Всем привет, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на своем канале. 14-й урок и базы данных. Всего по базам данных у нас будет несколько уроков. На сегодняшнем уроке мы с вами разберем виды BD, типы связей, разберем, что такое первичные и внешние ключи, немного затронем формы и нормализацию баз данных, также вместе с вами мы развернем sub-BD MySQL, создадим нашу первую базу данных и первую таблицу. Ну и друзья, в видео я подбирал такие примеры из теории, чтобы мог понять абсолютно каждый человек, поэтому за старание лайк и подписочку. Погнали! Итак, друзья, начинаем наш урок с понятий BD и sub-BD. Они достаточно похожи и тесно связаны. База данных — это хранилище, куда приложение складывает свои данные. Sub-BD — это приложение для управления базами данных. И вот на слайде вы видите красную эту стрелку. Схематично я попытался показать, что sub-BD — это система, которая управляет базами данных. Несколько sub-BD, например, MySQL, либо MongoDB. И BD — это просто хранилище с набором данных, к примеру, с расширением DLL, либо DB. Существует два вида баз данных. Реляционные — их также называют SQL-базы, и нереляционные — NoSQL-базы. Основным различием является их структура. В SQL-базах мы имеем строгую структуру, которая реализована таблицами и связями между ними. Ребята, еще раз прямо красными буквами SQL-базы — это таблицы. В NoSQL-базах у нас нет таблиц, у нас есть объекты, и эти объекты описаны каждый в отдельности. К примеру, у нас есть контейнер, какая-то папочка, которая хранит в себе много разных объектов, и каждый объект хранит в себе информацию. Часто такие объекты представлены просто файлами в формате JSON. Есть еще другие виды NoSQL-баз, к примеру, базы по типу ключ-значения, но они не являются очень популярными. И вот тут на слайде мы видим разделение на SQL и NoSQL-sub-BD. Если мы говорим про SQL, то наиболее популярными являются MySQL, Oracle Database, SQL Lite, Postgre, SQL Server Microsoft. Если мы говорим про NoSQL-базы, наиболее популярными являются MongoDB, Cassandra и Redis. Еще одним отличием SQL и NoSQL, кроме структуры, является язык работы с данными базами. В SQL, соответственно, используется SQL, в NoSQL используются Query Languages. Это тоже нечто похожее на SQL, но со своими фишками. Поэтому по этому пункту нам, как тестировщикам, хорошо бы знать, уметь писать основные запросы в базе данных на языке SQL. А уже в зависимости от того, с какой базой вы столкнетесь, все равно будете немного подстраиваться и привыкать к тому синтаксису, который будет использоваться с базой данных. Ну и сегодня мы поговорим про SQL-базы. Следующий практический урок мы также посвятим SQL-базам. Мы будем работать с MySQL, однако, если вам интересны NoSQL-базы, мы также можем попрактиковаться в них. Если это интересно, оставляйте комментарий. Итак, теперь пару моментов, которые нужно знать еще по SQL-базам. Очень популярный вопрос на собесах. Что такое первичный primary и внешний frame-ключ в реляционных базах данных? Это столбец или столбцы с уникальными значениями. Ну вот у нас в примере это ID-шник. Он всегда уникальный и дает ссылку на конкретную строку в таблице. Если взять, допустим, следующий столбец с именем, first name, либо last name, то он не может быть уникальным. То есть пусть тут и разные значения указаны, Anna, Christine, Thea, разные имена. Но теоретически он может быть не уникальным. У нас может быть, если эту таблицу представим, что она гигантская, большая у нас. У нас может быть несколько an и даже фамилия теоретически может у кого-то совпадать. Поэтому это значение у нас не будет уникальным. А вот ID-шник, он у нас уникальным. Поэтому это первичный ключ, внешний ключ или for entry. Это столбец либо столбцы, которыми мы ссылаемся на первичный ключ в другой таблице. Вот и все. Не надо ничего мудрить и придумывать. Если вы так ответите на интервью, своим ответом вы удовлетворите 99% лиц, которые вас обесят. Если мы говорим про тестировщиков. Советую остановить видео и присмотреться, чтобы зрительно запомнить это. Вы будете держать в голове у себя вот эту вот картинку с двумя табличками. И легко сможете ответить на такой вопрос. И буквально еще два слова по типам связи между таблицами в базах данных. Существует три вида связей. И вот моя любимая картинка. Три вида связи. Это один к одному. Вот тут у нас на картинке это традиционный брак. Мужчина и женщина. Показана вот эта одна связь, что у мужчины есть одна женщина. Если мы представим, что вместо мужчины и вместо женщины у нас таблички. По каждому объекту из таблицы А у нас будет соответствовать значение из таблицы Б. И наоборот. На самом деле это крайне редкий вариант, так как смысл в таких таблицах не особо большой. Их нужно объединять в одну табличку. Второй вид связи это... Нет, это не гарем. Это один ко многим. На нем у нас показан опять мужчина, у которого уже идет три стрелочки. Если опять переходим, мы представляем вместо мужчины и вместо женщины табличку, когда объекту А мужчине в таблице может принадлежать, либо соответствовать несколько объектов в Б, в табличке Б. Но при этом для каждого объекта Б соответствует лишь один объект А. И третий тип связи many-to-many, тут у нас помечен как шведская семья, когда объектом из таблицы А у нас соответствует сразу несколько значений в таблице Б. И наоборот. И еще один важный момент, если вы вдруг решили разработать свою базу данных о такой штуке, как нормализация. Это набор правил и критериев, которым должна отвечать база данных. Есть основные, есть дополнительные, всего их около 10. И основная цель это повысить эффективность работы с базой данных, повысить производительность, повысить удобство управления. Так что если захотите двигаться в бэк-энд разработку, к примеру, имейте это в виду. Ну, либо вы супер-мега-тестировщик и захотите найти несоответствие нормальным формам. Это уже такой кейс с двумя звездочками скорее. Итак, с теорией мы разобрались. Теперь давайте с вами локально развернем сервачок и создадим базу. А уже в следующем уроке будем работать над запросами с таблицами, чтобы у вас было время сделать то же самое у себя на компьютере. А если вдруг что-то не получится, вы писали в комменты и я вам помогал. Итак, прошли лохматые времена, когда работа с базой данных выглядела как нечто сверхъестественное. Поверьте, я знаю, так как мой отец разработчик с большим стажем и еще лет 20 назад работал с базами. И выглядело это со стороны так, как будто бы он отправляет какие-то сигналы в космос на языке эльфов. Времена меняются и вы, конечно, можете работать с базами данных прямо из консоли. Но мы с вами пойдем другим путем. Наша задача установить две программы. Первая программа MySQL, это суббд. Вторая программа Deepiver, которая поможет нам с визуализацией нашей базы данных. Для этого идем сначала на сайт MySQL, в раздел Downloads. Ссылка будет в описании. Скачиваем дистрибутив для Windows, либо для Mac. Выбираем тут операционную систему. Затем мы идем на сайт db-weaver и также скачиваем приложение. Нас интересует комьюнити-версия. Вот она для Windows, вот она для Mac на процессоре Intel, для Mac на процессоре M1 Silicon. На YouTube туториалы по установке. Есть для Mac, есть для Windows. Единственное, что для Mac показывают почему-то индусы, но все равно все пошагово разбирают. Сложностей не должно быть. Если вдруг что, пишите в комментарии. Итак, запускаем наш db-weaver. Давайте немножко посмотрим, что тут у нас есть. При первом запуске у вас будет тут несколько папочек системных. Я их удалил, чтобы у нас была вот прямо чистая база. Будем создавать базу прямо с нуля. Первым делом обращаем внимание на интерфейс. Здесь у нас будут отображаться наши контейнеры. Также у нас есть вкладочка Project, где мы можем схематично нарисовать наши таблички. Обращаем внимание на вот этот вот пока что пустой кусок поля. Здесь у нас будут писаться запросы. И также у нас будет отображаться консоль. Для того, чтобы синхронизировать наш db-weaver, давайте запустим нашу базу данных. MySQL. Убеждаемся, что наш сервер запущен. Зеленая иконочка подсвечивается. В db-weaver нажимаем на вот эту розеточку с плюсиком. И подключаем ту sub-bd, которая нам необходима. В нашем уроке мы будем использовать MySQL. Нажимаем Next. Оказываемся вот в такой менюшке, где нам нужно заполнить пароль. Тот, который мы задавали при установке MySQL. Установка там супер простая была. Next, next, next. Но в один из степов мы указывали пароль. Вот этот пароль мы указываем тут. Нажимаем Finish. Открываем нашу базу. Появилась зеленая галочка. Значит, мы подключились к нашей базе. Далее нажимаем правой кнопкой мыши. Edit Connection. Давайте нажмем на Test Connection. Посмотрим, что все у нас окей. У меня все окей. Однако, я знаю кейсы, когда бывают некоторые проблемы на этом шаге. Поэтому, если ваш кейс содержит ошибку со словами Allow Public Key Retrieval, то это необходимо в дропдауне поменять на True. Также еще отмечу, что часто появляются драйвера, которые необходимо первый раз закачать. Нажимаем OK и Next. То есть, драйвера у нас докачиваются и дальше мы спокойненько работаем. Давайте приступать. Создаем нашу первую базу данных. Скажу честно, никогда не приходилось именно в рабочих целях создавать базы данных, тем более как тестировщику. Подозреваю, что команда будет выглядеть примерно следующим образом. Для того, чтобы нам написать вот сюда какие-то команды, нажимаем на кнопочку SQL с листиком вот тут вот. И пишем команду. Думаю, что это будет Create Database. Ничего сложного. На данном этапе я предлагаю определиться с тематикой нашей базы, то есть, что мы планируем в ней хранить. Я тут себе на листике уже схематично накидал. Давайте создадим базу с данными по хранению продукции. К примеру, это будут поставки мобильных телефонов в определенном городе. Поэтому нашу базу данных мы назовем вот этим городом. К примеру, это будет Варшава. Напишем Warsaw с точкой запятой и запускаем наш запрос. Видим, появилось дополнительное поле снизу, где у нас описано, что была создана база данных в такое-то время. Эта консолька нам еще пригодится. В ней у нас будут отображаться данные по успешному либо неуспешному созданию. На данном этапе нам необходимо обновить нашу папочку с базами данных. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши, нажимаем Refresh, либо кнопку F5. Тут есть какой-то набор с папками. База у нас пустая. У нас есть два варианта развития событий. Либо мы заимпортируем таблицу с базами данных в формате CSV, либо мы создадим табличку с нуля. Легких путей не ищем. Давайте создавать нашу первую таблицу. Почти такая же команда, как с созданием базы. Только теперь нам необходимо указать, что это будет таблица и также задать ее название. CrayTable и название таблицы. Допустим, это будут девайсы. Если мы пошлем такой запрос, то создастся таблица, но она будет пустая. Поэтому давайте сразу к нашей команде добавим пару столбцов. Первый столбец у нас будет Stories ID. И значения в нем будут у нас в цифрах. Второй столбец мы запишем модели наших будущих телефонов, которые мы будем складировать. Так и запишем модели. Модель и это будет у нас текстовый формат данных. Немного по синтаксису у нас будут скобочки начинаться вот тут. И точка с запятой. По поводу синтаксиса мы всегда можем воспользоваться сервисом ever.sql.com и можем проверить наш запрос на валидность. А также есть отличный ресурс w3schools.com. Отличный сервис, где мы можем подсмотреть команды по SQL. Давайте проверим наш код на валидность ради интереса. Скопируем отсюда. Вставили и проверяем на валидность. Да, наш код валидный. Мы отправляем его. Но у нас почему-то ошибка. Ошибка у нас в принципе с достаточно понятным описанием. Ничего гуглить тут не надо. Тут написано, что у нас не выбрана никакая база данных. Поэтому нажимаем на нашу базу и выбираем ее как дефолтную. То есть все таблицы, которые мы будем создавать, они будут автоматически подвязываться в эту базу данных. В СУБД может быть несколько баз данных. Сохранили как дефолтное значение. Еще раз отправляем наш запрос. И успешное создание таблицы. Давайте откроем, убедимся в этом. Открываем дропдауном таблицы. Видим, появилась табличка с названием Devices. Давайте ее раскроем. Нажмем View Table. И нажмем вот эту вот вкладочку с датой. Видите, насколько удобно работать в этом интерфейсе. У нас нарисована уже табличка. Такая маленькая, но уже с двумя столбцами. Где у нас есть Stories ID и модели. Достаточно удобно, правда? Итак, поздравляю. Мы создали нашу первую таблицу в нашей базе данных. На следующем уроке мы продолжим работать над наполнением нашей базы. Работаем с базовыми запросами. То есть это Select, Insert, Join и еще несколько запросов. И ребята, если вам нравится то, что я делаю на канале, пожалуйста, подпишитесь на канал. Поставьте лайк и оставьте комментарий. Всем пока и жду вас на следующем уроке.